Мы делаем бизнес, а не бизнес делает нас. Выше кидаешь, больше зарабатываешь. Те всегда знают, что стройка не баба. На ней надо быстро. Когда надо отодрать, ты можешь просто предаться за скоду. Я говорю, засовывай руку, руку в террариум засовывай. Это не диктатура, нет. Учиться. Обязательно. Все время надо учиться. Научиться подчиняться своему руководителю – это путь к успеху стать руководителем. Ты знаешь, что это из человеческой кожи? Это, короче, ритуальное убийство одного шамана другим. Здесь даже пупок. Я тебе покажу сейчас где-то. Вот здесь вот захоронение меодов. Хотите посмотреть? Захоронение чего? Тысяча лет. Пойдем покажу. Пойдем. А хочешь расскажу прикол? Давай. Из 9 экранов 8 экрановщиц – женщины. Знаешь, я человек вроде воспитанный, культурный, а приходится к словечку прибегать. Матерном, ты знаешь, прийти с работы злым на этого мудака, руководителя, сука, достает, одеть перчатки, пойти. Вот ты прям мужик-мужик, вот ты готов взять его в руки? Я думаю, да. Поэтому шипит, Стас. Ай, б***ь, мне страшно. Всем привет. Сегодня мы в компании Комстроя. И с нами вместе Станислав Циренко, председатель правления этой чудесной ассоциации строительных организаций. И мы хотели бы со Стасом поговорить о строительном бизнесе, как он на сегодняшний день чувствует себя в Ростове, какой путь он прошел в строительном бизнесе и какие есть амбиции компании Комстроя по застройке города Ростова-на-Дону. Хотя уже сделано немало. Стас, привет. Привет, Дима. Рад пожать твою руку взаимно. Ну расскажи, пожалуйста, нам о себе немного. Кто ты про свое детство может вспомнить, как ты рос, чем увлекался? Смотря на то, с какого периода начинается детство. Да вот прям, откуда ты помнишь? Я коренно растущая, я вырос в центре. Пуршинско-Буденовский. Это прям самый эпицент нашего города. Это парк Горьково. Это винзавод. 33-я школа. Это все очень весело. Это ДК-энергетик. Дом офицеров. То есть, ну такой центровой, ну в хорошем, конечно, плане, не смысла. Занимались, как и все. И брейком занимались, и рэп читали, и на скейте, и на роликах. И ВПШ просто не слазили с него, я помню, со школы там банды целые. То есть веселое такое, яркое, интересное детство. Дальше, как и у всех, институт, кандидатская. Как выбрал институт? Куда я буду? Вообще, очень много было предпочтений. Я никогда не думал, что я буду работать в строительном бизнесе. У меня было связано с производством, товароведением, экспертиза товаров. В студенческие годы я успел поработать барменом, успел поработать поваром. Три года работал в ночных клубах, причем таких очень известных. Занимался флэрингом, выступал на соревнованиях, причем у меня дома до сих пор остались шейкеры, там, Тиленко, Станислав, там, Библия бармена я выиграл, помню. Конкурс Бакарди был, там, кто больше продаст, ну, и тут получается всякие респекты. Ты ты уже зарабатывал деньги, да? Да, я зарабатывал. Я купил первую машину, у меня сразу, по-моему, 12-я была, да. Недолго проездил, я купил Хонда. Это живая барная стойка, это постоянно ночевые. Я такой человек с харизмой, там, в шутке юмор. Вот еще здесь красиво кидаешь, знаешь, выше кидаешь, больше зарабатываешь. И мы там с парнями, там, сколько, там, по 19 лет. Тяжело было, единственное, что ты ночью работаешь, там, смена у тебя заканчивалась, можно в 6 утра, допустим, там, или в 4, и ты там уже к 9 топаешь в инст, ну, ничего, разруливая. Закончен институт, немного поработал по профессии, пожил в Москве 3 года с супругой. Сразу после института, да? Да, но на тот момент мы еще не были в браке, но просто год, по-моему, прожили в Москве. Работал в интересной компании, построили, вот как меня привело, наверное, к строительству, мы построили в крупнейшем в Европе центр реабилитации инвалидов по зрению. При правительстве Москвы я был начальником коммерческого отдела. Ну, как обычно, там, ростовские братья помогли, там, где-то что-то порекомендовали. Вот, и я пришел в менеджер, там, отработал полгода, стал сначала замом, а потом начальником отдела. И это порядка двух тысяч инвалидов по зрению. Это бражевские клавиатуры, это специальное оборудование, у них там и пищеблок был, и комната отдыха, релаксом. То есть они, вот как мы с вами видим, да, монитор, они его слышат. У них наушники, и они, передвигая мышкой, там, попадая на пуск, им озвучивают, пуск, там, копировать, ставить. И они так моментально это делают, полгода обучают. Я думаю, есть слабовидящиеся полностью, слепые, там, с собаками. Они со всей Москвы съезжались, такой экспериментальный проект. А мы занимались, искали им, они как колл-центр по отсорсингу, то есть колл-центр, они обрабатывали первичные звонки и передавали уже там в профильные отделы. Там, это могли быть и банки, это могли быть какие-то сервисные центры. Ты же не видишь, кто на той стороне телефонной трубки, а это действительно вот такие люди. Успешный проект, я там проработал года полтора-два, довольно-таки хорошо разобрался в строительстве. Мы не только его строили, оборудовали, мы еще в дальнейшем его эксплуатировали, то есть я застал этот процесс. А что это было за компания? Это не компания, это был ряд подрядчиков, то есть это проект правительственный был. Это еще было при Воршкове, там, в 2007 году. То есть ты получил опыт и организации самой стройки, и продажи объектов, и там, реализации каких-то вот таких социальных проектов, там, то есть такой опыт прям глубокий сразу у тебя пошел. Да, разноплановый, очень такой динамичный, я считаю, что в жизни мне это очень пригодилось. Очень много для чего я все почерпнул. Приехав сюда, супруга закончила институт, она у меня художник, училась в Суликовском институте. И, приехав в Ростов, тоже начал думать, чем заниматься, и предложили организовать управляющую компанию. А почему решил повернуться в Ростов? Вот именно за супруги? Здесь семья, здесь корни, родители, друзья, ее, мои. Соответственно, начали создавать управляющую компанию. При компании «Комстрой» я сначала был зам директора, потом директор, проработал полтора года. Эта компания сегодня существует, это одна из лучших компаний. В прошлом году мы заняли второе или третье место в области по качеству обслуживания, по объему обслуживания, есть определенный рейтинг ГЖИ, присутствующая жилищная инспекция, по обращениям, по жалобам и так далее, по задолженностям перед поставщиками. Вот наша компания, мы с гордостью говорим, она в тройке. А сколько лет вы на рынке уже? Это, получается, с десятого, нет, да, где-то с десятого года. С десятого года компания создана, уже вот восьмой год. То есть вы, помимо того, что вы там строите, все вовремя сдаете, вы еще следите вот за тем фоном информационным, когда вы в компании реагируете на него, да? Почему нам пришлось создать управляющую компанию, очень необходимость. Первые три дома, которые были построены на одном из наших проектов, попали в руки некачественные управляющие компании. За несколько лет у них там, ну, за год, условно говоря, сменились учредители, директора, вывелись деньги, там уголовные, реально уголовные дела. Дома никто не обслуживал. Вы вышли из строя системы водоснабжения и насос, насосные группы. И вот, представляете, праздник был, по-моему, 1 мая, что-то такое, лето, да, люди хотят дома провести, там, постирать, поубирать, может быть, погулять, неважно что, воды нету в трех домах. И, конечно же, это жалобы, там, приказители телевидения, скандал. И когда начали разбираться, мы заснули, мы как бы разрулили эту ситуацию, объяснили, что это не наша вина, что мы дом передали, все работало в правом состоянии. Нам пришлось за свой счет восстановить эту КНС, потому что дома были брошены. Срочно, образно, создавать управляющую компанию, которая начала следующие дома уже эксплуатировать. А эти мы в итоге все перетянули, сделали там косметический ремонт, потому что прошло три года, ну, в ужасном состоянии. Это, представляете, дом жил, не убиралось, не ремонтировалось и так далее. Ну, и поняли, что продукт для того, чтобы продвигать, мы должны качественно его содержать. То есть мы можем без проблем с нашими новыми покупателями пройти в какой-нибудь из предыдущих домов, в проекте, посмотреть, что здесь чисто, что работают лифты, что есть консьержная, что горит освещение. Это очень важно. Это не прибыльный бизнес, он там на уровне, может быть, без убытности, но мы работаем честно, качественно, и когда ты выполняешь эти услуги, о которых ты заявляешь, это и поливы, это и садовники, вы видели, какую территорию был у нас в гостях сегодня, поедем посмотрим. Пошли посмотрим. Да, за этим всем надо ухаживать, и это действительно стоит средств. У нас видеонаблюдение, везде, в каждом доме консьержа, диспетчерская служба круглосуточная, там сантехник, электрик, потому что уже 400 тысяч квадратных метров обслуживаем. Вот эту компанию мы создавали, то есть мы ее до сих пор развиваем. Да, ты знаешь, это я считаю, что вы одни из тех, кто очень такой крутой путь пошли, прошли в Ростове, когда вы зашли из проблематики, да, то есть вы решили какую-то боль людскую и показали себя, что вы это можете, вы сами поняли для себя, что, да, есть желание и возможности. И вспомни, какой первый объект вы самостоятельно воздвигли в Ростове, и что это был за объект, как он сейчас жив-здоров. Да, да, да. Ну, надо понимать, что про работу управляющей компанией меня перевели сюда, уже в головной корпус строительной компании Комстрой, на должность зам или директора, что такое тоже недолго проработал, и стал замом. Замом председателя, это там в течение года, наверное, произошло. Я уже как бы вел оперативное строительство, да, то есть я участвовал от начала, там, выбора земельного участка, оперативного управления, выбора, там, земельного участка, там, проектирование, строительство и реализация в этих процессах, да, но не был руководителем, да, руководителем я стал, там, 4 года назад, и это начало строительства Екатерининского, первые дома, это очень красивый, хороший, один из лучших сегодня районов, мы его продолжаем реализовывать, у нас, наверное, еще года два будет строительных активных работ, мы в этом году вводим садик, детский сад, мы там поставили ринг уличный, там, ну, очень здорово, там, школа йоги, бассейн сделали для детей от 0 до 12 лет, это тоже, как бы, инфраструктура, которую мы предоставляем. И вот первые дома, это вот, я тут считаю, что мне не стыдно, это я их начал строить и вел в эксплуатацию. Да, у вашей компании, наверное, такой эксклюзивный подход к стройке, то есть в моем понимании, понимании, наверное, социума, то, что стройка, это просто вот сдал объект, заехал там, ну, максимум консьерж у тебя есть, а вы подходите очень детально к инфраструктуре, к быту людей, даже с точки зрения и самих объектов, вы еще также обеспечиваете, там, йога, да, допустим, нанимаете каких-то инструкторов, люди выносят какие-то подушки специальные для досуга, отдыха, мангал. Это мы приобрели подушки, вот эти, знаете, с пенопластом. То есть каждый подходит, это бесплатно, просто ты должен какой-то оставить задаток, там, тысячу рублей, ты ее возвращаешь, чтобы не было вороста, потому что это все в открытом доступе. То же самое вот ринг, он открытый, но тоже мы закрываем на ключ, да, ты подходишь к консьержу, берешь, это сохранность этого общего имущества, и мы летом его вставим, зимой мы его разбираем, потому что, ну, зимой, конечно, на улице, наверное, никто не бьется. А как вообще вот реакция людей? То есть в моем понимании, вот за что? Вроде покупаю квартиру, а у меня сейчас столько всех плюшек сверху сваливается. Люди нормально это адаптировались, они понимают это на рынке? Рынок меняется. То, что вы просто это даете, вот, просто добро делаете. Рынок меняется. Вот у нас Ростов такая... Вы его стараетесь поменять в эту сторону, да? Нет, наверное, требования людей. То есть мы понимаем, что сегодня наш покупатель уже не гонится за ценой. Цена – это не конечная цель, не первичная, точнее, цель. Вот раньше меньше, но хоть что-то, хоть какой-то уголок. Сегодня, слава богу, появляется выбор и ценовой, и сегментарный, и с различными предложениями, да? И вот я считаю, что мы нашли идеальный баланс там цены, потому что жилье, комфорт класса, ну, глубоко говоря, стоимость эконом, ну, стандарт, да? И предлагаем ту инфраструктуру, которая входит в стоимость этого квадратного метра. Просто мы это честно отрабатываем. И мы, то, что мы заявляем, мы реализуем. Это тоже немаловажно. Мы сейчас достигли такого темпа строительства, что дом, вот мы сейчас в СП-5, вот, который, я уже говорил, ввели в эксплуатацию, мы построили за один год и три месяца. Грубо говоря, это от начала задавливания сваи до ввода в эксплуатацию. Ну, это практически в два раза быстрее, чем обычные стройки. Да. То есть такой темп у вас прям... Знаете, как это, чем... Сейчас, как же мы шеф говорил раньше, говорит, стройка не баба. На ней надо быстро. Знаете, так я понимаю. Так это женщина можно ценой провести, а стройка, да. Мы понимаем, что чем короче цикл строительства, тем меньше себестоимость, тем меньше охрана, тем меньше заработка флота инженерного состава, меньше оплаты кранов, башенных, там, аренды и так далее, и так далее, и так далее. Это все внесет определенные проценты. Есть неизменные показатели, там, ну, стоимость, там, арматуры, бетона и фон, а есть переменные, которые мы можем оптимизировать. Для оптимизации мы там на территории открыли цепь по производству пластиковых окон, да, который мы же ставим в наши дома. Короткая логистика, мы ее вообще убрали. Вот с этого цикла, там, с бизнес-планирования нет логистики. То есть думали о РБУ установке, но, наверное, все-таки сегодня рынок уже перегрет, и он не настолько маржинален, чтобы заходить сегодня. Нам проще найти хороших поставщиков, с которыми мы работаем уже не первый год. У нас определенные, там, условия и по оплатам, и по стоимости. Мы много берем, мы, как бы, оптовики, то есть с нами интересно работать, и мы всегда более оплатим. То есть все всегда знают, что такое устройство, это такое уровня. Слушай, хорошую тему затронуло, вот, и то, что у вас на аутсорсе, и персонала. На какие у вас сейчас есть потребности? Возможно, у нас одни из зрителей как раз связаны с кадровым ресурсом. То есть что вам нужно? То есть кадров вы рассматриваете, либо у вас сейчас всего достаточно. Какие-то есть потребности у компании? Ну, во-первых, вся информация о вакансиях открытых есть на наших сайтах. Мы очень публичная компания, у нас свой канал YouTube. Кстати, подписывайтесь, посмотрите, очень крутые видео. Мы ссылку оставим на YouTube. Да, у нас Instagram, у нас ВКонтакте. То есть мы в открытом, мы, во-первых, имеем обратную связь с нашими покупателями. Есть негатив, который мы не модерируем, мы именно отрабатываем его. Мы оставляем его в ленте, чтобы, да, есть определенные моменты, может быть, какие-то обращения, но мы на каждое отвечаем. То есть мы не стесняемся, и мы все всегда можем пояснить. Это очень важно, и тоже вызывает определенное доверие. А стройка такой механизм, где всегда есть работа. Да, то есть мы говорим это и о профессиональных каких-то специальностях, там, да, каменщики, плотники, сварщики. Я хочу сказать, что сегодня вот именно рабочая специальность, она во многом позволяет больше зарабатывать, чем офисная. То есть, да, у нас даже такой батл есть, вот, инженерно-технические сотрудники, это полевики, которые в полях, мастера, начальники. У человека это тяжелый труд, да, это 40 плюс 40, это минус 30, это бетон, это может быть, там, непрерывный цикл залития бетона, и ты выходишь на смену, там, на 12-13 часов ты контролируешь. И причем не только этот мастер, это и директор, и инженер, то есть такой ответ, плита дома, это, ну, его сердце, грубо говоря, да. Ты погружен прямо настолько детально, прямо удивляет. Ну, конечно, ты что, я каждый день начинаю со стройки. Вот мы сейчас проедем, я знаю всех строителей, я со всеми здоровые дороги. Ну, не то, что я здоровые, я просто знаю их, потому что мы периодически видимся, уже не просто неудобно рассказать, там, здрасте, да, я про друг друга, привет, привет, да. Хотя вот у нас работают на стройке, там, порядка 600 человек, это только работников. Это без инженеров, это без различных направлений, то есть у нас группа компаний, мы единственное, что покупаем со стороны, это лифтовое оборудование. То есть это хорошие, качественные лифты российского производства, они высокоподъемные. Сколько стоит лифт, так? Так не сказать. Интересно. Я тебе расскажу, да, вот что такое лифт, да. Есть основная часть, это двигатель, это кабина, да, а есть направляющий, грубо говоря, 9-этажный, вот мы как считаем, стоимость одного этажа. Я беру, у меня 25-этажные дома, я провожу тендер, смотрю, сколько у кого стоит, там, 111 тысяч рублей за этаж, у кого там 110, 120, 150. Чем меньше этажность, тем будет больше стоимость этажа. Потому что у тебя, получается, направляющих меньше, а вот сама стоимость оборудования, агрегата этого, она же раскладывается не на 25 этажей, а на 9. Поэтому так и не сказать, ну, не знаю, порядка 15 миллионов в одну секцию, там, может быть, 25-этажного дома. Серьезный день. Да, опять же, сколько лифтов, там есть же грузовые, пассажирские, какая отделка, очень много всего. То есть, вот мы сейчас модерируем цену, зависимая от стоимости. В этом году мы ввели панорамное остекление. Мы посчитали все до стоимости. То есть, у нас теперь лоджи панорамные, у нас классные виды. Классные виды. Ты был, ты видел, это дон, это храм, это вот выезд на лозов. Ну, красиво, действительно. И они не особо закрываются соседними домами. То есть, есть такие квартиры удачные, мы их чуть дороже продаемки, просто потрясающие. И мы делаем, ну, вот на верхних этажах, 16-го, по-моему, начинаем, да, панорамное остекление в пол и увеличенное остекление. Мы посчитали, мы немного увеличили стоимость на куда-то. Люди, это сразу, это зашло. Круто. Я готов заплатить эти 20 тысяч за квартиру. У меня диковая там потребность, но я постоянно, стандартная кнопка. Да, да, да. Вот эти вот. Потом взяли, сейчас делаем кронштейны для установки спецсистем. Не как вот они, ты знаешь, раскидок, кто как вылез, почему-то жутко выглядит. Ты знаешь еще, как с нами это спецсистем? Ты кончилил эту тему? Ну, просто свисает чувак из окна, другого держит за ноги. Это не шутка, послушай, это ужас. Это не наши люди, конечно же, нет. У нас там несколько инспекторов охраны, трудовая система штрафов. У нас есть в касках с поясами, это очень важно. У нас за этим сидят прям отдельная структура. Они, это ужас, они привязывают там какой-то веревкой к радиатору, один другого держит, они вот это сверлят. Я подошел, переконфидорил бы хлопца, да? Ну, страшно, действительно. И мы себе поставили кронштейны, их удобно, во-первых, и монтировать, они будут в ряд по каждому дому. Это такая мелочь, она вроде бы приятная, она недорогая для нас. Мы пересмотрели входные группы. У нас сейчас классные входные группы, там, с террасной доской. Сейчас покажу вам, вот, очень здорово. Это тоже небольшие деньги на стоимость дома, но это совершенно придает другое восприятие. Уже человеку кайф прийти, друзей привезти. Да, конечно. Друзья заходят, ух, класс, слушай, класс. Да, это реально надо видеть. Это так на словах, это, конечно, хорошо звучит, но когда мы сейчас посмотрим, вы это визуализируете для себя, я поймете то, что Стас там далеко не голословит. Стас, скажи, пожалуйста, еще пару слов про управленческий свой опыт. Ты сейчас специалист управления, ты шел ступенька за ступенькой, там, степ-бай-степ, это тяжелый труд, на самом деле. Ты сейчас тоже можешь, наверное, взглянув на прошлое, что-то там проанализировать. Какие-то полезные вещи для молодых руководителей, которые сейчас стремятся к тому, чтобы достигнуть этой ступени? О чем надо думать? Как надо развиваться? Где надо учиться? Может быть, у тебя какие-то есть советы, где ты там получал какое-то дополнительное образование? Вот послушай, я начну с двух моментов. По поводу образования, я вот недавно подумал, что я как пошел в первый класс, вот мне сегодня 33 года, я ни одного раза, ни одного дня не учился. Я закончил два института, я закончил магистратуру, я написал хорошую кандидатскую, которая интегрирована в сегодняшний строительный процесс на примере нашей компании. То есть мы разрабатывали терриконы при правительстве области, рассматривали их для рекультивации, дальнейшее использование в изготовлении строительных материалов. Это шлаки, шлакоблоки и так далее. То есть мы эту программу рассматривали, я объезжал по области все эти терриконы, мы общались и с руководителями, то есть смотрели, что это очень сложно, я там рассматривал всю эту структуру, экологию. Учиться обязательно, вот все время надо учиться. Я не буду рассказывать, что, как я заканчивал, то есть там постоянно ищу для себя возможность получить новые знания. Это может быть и дистанционное образование, это может быть и завод. Это и тренинги, и книги, и... Тренинги, вот сегодня мне, наверное, очень тяжело пойти на интересный тренинг. Вот если он профильный конкретно, вот я сейчас лечу национальное объединение застройщиков, они профильно проводят по поводу изменений в 214-185-м федеральном законе, и нас будут конкретно там рассказывать, как мы, строители, будем жить. Да, вот касаясь там, может быть, какой-то самомотивации, психологии, тайм-менеджмент, там, и так далее, и так далее, но мне, конечно, это уже, ну, простите, я для себя модель выработал. Да, но у меня, мне очень повезло в жизни. Вот портрет Николая Николаевича Мадибору, ныне священнослужитель, и он был председателем, да, 4 года назад, 3,5. И он принял сам, стал священником, и... А до этого, вот я в компании, там, 8 лет, он меня учил. Твой ментор как бы наставил, да? Да, это потрясающий человек. Во-первых, он военный, он 25 лет отслужил в армии. Он боевой офицер, он служил там в Германии, в Чехии, он полтора года воевал в Афганистане, он раненый, контужен, у него орден красной звезды, он... Представляешь, всю жизнь вот провести в армии. В 90-м году он перестает быть военным и становится там инженером на кирпичном заводе, и понимает в 90-м, 91-м году, что кирпич не покупают, потому что некому его использовать. Начинает создавать строительные бригады и так далее, и так далее. И вот он создает эту компанию. И вот структура воспитания и структура контроля коллектива коллектива, это военная модель. Как бы это ни звучало. Это не диктатура, нет. У нас дресс-код, это очень дисциплинирует коллектив. Очень. Ты можешь в любой момент... Ну, как бы у руководителя должны быть рычаги воздействия на сотрудника, да? И когда надо отодрать, ты можешь просто предаться за скоду. Ну, как в армии, понимаешь? Это нельзя злоупотреблять, ни в коем случае. Ну, я просто говорю, мать... Четкое выполнение задачи. Безоговорочное выполнение поставленной задачи. Невозможно в нашей компании, и он, конечно, он сейчас священник, но в любом случае он остался учредителем, там, и так далее, и так далее. Вот. И невозможно не выполнить поставленную задачу руководству. И я от своих сотрудников требую. Я, конечно, всегда взвешенно подхожу, я понимаю, что можно выполнить, и как это можно выполнить. И я из тех руководителей, которые я не просто говорю, а я еще прописываю этот путь. Поэтому я уверен более... Еще и проверяю, как они идут по этому пути, поэтому я уверен, что будет сделано так, как надо. Потому что стройка – это очень сложный процесс. Потому что, ну, не только вот именно инженерное, да, это еще и администрирование, это еще и проектирование, это и продажи, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь четкое выполнение у каждого сотрудника своей функции помогает достичь результата. Ты доволен той структурой, которую сейчас Комстрою, это взаимодействие, разделение... Да, все очень правильно. Я тебе скажу, ты знаешь, вот в нашей компании практически нет ротации кадров. 70%... Я не говорю о первичных там ступенях, каменщики, бетонщики, электрики, сварщики там. Ну, это люди тоже давно, у нас есть хорошие... У нас есть преемственность поколения, у нас работает сантехник, у него работает уже сын. Он взял свою бригаду, он очень хороший, там тоже 8 лет. Люди работают по 12-13 лет в нашей компании. Не у нас. 70% инженерно-технические. Это директора, начальники ПТО, бухгалтера. Это о чем говорить? Мы стабильная компания, от нас не хотят уходить. И мы растем, мы растем, мы поднимаем зарплаты, люди с нами растут, они приобретают у нас квартиры, где-то мы там помогаем им приобретении этой квартиры. Это очень важно. И вот ты спрашивал по поводу совета молодым научиться подчиняться. Вот научиться подчиняться своему руководителю, это путь к успеху, стать руководителем. Это очень важно. И я вот считаю, что это уникальный человек, с уникальной историей, если он был строителем, потом стал священником. Мы же построили, извините, 25 храмов он построил, ну вот, да, вот компания Комск. 25 просто, и сейчас мы строим еще один. В прошлом году мы два. Сейчас мы два строим, и в прошлом году два закончили. Это реально действующие приходы сегодня. Вот на Взарянке сейчас заканчиваем храм. Это историческая родина Николая Николаевича, где он там вырос, он всем миром помогает. Здорово. Поэтому, да, вот мне повезло с этим. И он научил сначала подчиняться, причем переламывая меня. В армии умеет ломать, ты понимаешь? И, конечно, теперь мне легче... В общем, ты через дерево, через звезды. Да, легче управлять. Сам когда-то переломился через коленку. Все, это круто. Стас, расскажи, куда мы сейчас поедем, что мы будем смотреть? Послушай, ну, много наговорил про наш классный район. Туда мы поедем. Это микроэн Екатерининский. Это западный, совсем недалеко отсюда. И недалеко от центра. 10 минут мы засекали, по портовой спускаюсь. Давай скажем, какой-то адрес, чтобы ребята... Магнитоборская 1, дроп-1. Туда подъезжаем, и, соответственно, оттуда начинается ваша новая счастливая жизнь. Это отдел продаж. Кто не поверит, картинки перед своими глазами приезжать. Магнитоборская 1, дроп-1. И все посмотрите сами. Да. Поехали? Поехали. Ребят, мы уже собирались выезжать на площадку строительную, но я просто не смог пройти мимо этого чудесного стенда. Всего. Да, я уверен, что здесь каждая деталь о чем-то говорит. Тут еще есть такая классная стена, которую мы тоже сейчас сейчас, Стас, расскажет, как она себя формируется. Но начнем именно вот с этих полок. Интересно все, что это значит. Я тебе быстро скажу. Вот кирпич, видишь, это Стас. Это мой друг Стас, наверное, был. Одна, тезка, мой друг Стас, тезка. Это ручки. Я, конечно, коллекционирую, что я был маленький, аквариум. Сейчас мы больше-больше. И все, кто приходит, или путешествует с отелей, с гостиниц, фирмы различные, компании. Где-то приходится. Можно ручку подписаться на вас и уходишь быстро. По-другому не дают. Здесь живность какая-то, да? Я покажу, да. Это памятник Петра Феворова. Мы установили два памятника. Во-первых, мы очень много делаем для города. Вот с последнего на день города. Мы подарили совместно тоже со строительным сообществом, кто сделал благоустройство, кто в АТ-канал поучаствовал. Мы полностью сделали памятник Петру и Казаку на богатянском спуске. Вот ты поднимаешься с правой стороны. Мы были на открытии именно 15-го числа, день города. Супер. Друзей, которые к тебе приезжают. То есть раньше куда можно? Это театр-трактор и все. А сейчас реально уже и стадион появился, и шикарная набережная, и вот памятник какие-то. И хороший ресторан у нас открыл. Хороший ресторан. Рома, привет. Хороший ресторан. Да. Кстати, о хороших ресторанах и еде. Рома, могу поставить тебе улиток. Я, знаете, как у всех, вот дети, что они что-то берут, покупают из животных, а потом говорят, пап, ну что-то как-то не зашло, давай, наверное, все-таки рыбок. И началось с нескольких охотинов. То есть были рыбки, рыбки сдохли, остались улитки. Да, улитки. Улитки тоже сейчас ушли, у нас сейчас птичка появилась. Вот улитки папа забрал на работу. И они у меня все по именам. Они растут? Они растут. Их тут надо на специальной диете держать. Они очень помогают коже лица, там, восстановление как-то килоуронового или что-то такое. Вот как ее прямо отдирают? Да, не бойся. Прям берут, вот женщины, я видел видео, и кладу себе на лицо, и она прям, хочешь, прикольничай, не пробовал, ну не знаю, может, знаешь, молодец. Слушай, ну так, да. Их нельзя кормить только огурцами. То есть я постоянно меняю, потому что если я кормил их два месяца огурцами, они начали друг друга есть, потому что их огурцы, похоже, надоели, они съели несколько маленьких улиток. Теперь у них диета, у них лист салата, кабачок, огурчик, то есть, казалось бы, улитки, а тоже пожрать либо вкусно. Ну, все остальное, такие сувениры, подарки я вожу, там, привожу, я вообще много чего коллекционирую интересного. Вот о коллекциях. Строительные инструменты. Началось давно это все, купил несколько строительных инструментов старых, там, какой-то подвес, там, линейку. И сейчас вот день не увижу, в деревню куда-нибудь поеду, ну, по командировке, там, мало ли что бывает, прохожу, говорю, старый инструмент есть, вот у деда пилу купил. За недорого, за 200 рублей, говорит, знаешь, лет 30 лежало у меня еще там от отца досталось. Да, 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 меня ждало, действительно. В общем, это коллекция вся тобой собрана. Да, это реально со мной собрано, причем, очень много у нас на сетке антикварной этой, в Ростовской, где проводят. Вот телевизор, это мои сантехники, по-моему, проект сделали багет, то есть инструментов становилось больше и больше, уже, ну, некуда было девать, яду, давай эту стенку, а тут белый телевизор не подходит. Да, да, да. Мы взяли трубу, разрезали, это тоже на антикварке купил, кран он крутится, все, было прикольно, если пиво там, или что водичка раз так подошел, и вот сюда это перекочевало. А это что за птичка или что там? Это летучая мышь. А, да. Да, у меня есть такие нестандартные, я еще кресло, например, тоже. Ты знаешь, что это с человеческой кожи? Это, короче, ритуальное убийство одного, что мало другим, здесь даже пупок, я тебе покажу, что где-то я шишу, судьба. Блин, это у вас что-то право осталось. Я шишу, судьба, судьба. Я вот он думал, пупок, смотри. Нет, это, короче, буйвол, кожа буйвола, там, рога буйвола. Удобно, комфортно. Это косички буйвола, да? Это косички, да, буйвола. А вот тоже прикол, это строительная техника, купили кран. Это для себя, да? Да, вот один из... У нас, кстати, все вот наше подъемное, грузоподъемное оборудование недавно поднималось на 85 метров вот вот на этот же кран, вот на самый верх, выходил туда 85 метров над уровнем моря, это страшно. Причем ты вручную поднимаешь, это заняло минут 15. А хочешь, расскажу прикол? Да. Из 9 кранов, 8 крановщиц, женщины. Это вот, да, я с ними всеми знаком, это такие, они не суровые, они женственные, они есть постарше, есть там, помладше. Но они каждый день, ладно летом, а зимой, когда это все во льду обледенело, ты поднимаешься наверх, это безумно холодно. А еще когда порывы кран же он имеет, он же не статичный, он может и как-то укрендовать людям. Это страшно. И вот женщины, у них хорошая зарплата, они хорошо получают. Ну вот мужики боятся. Слушай, ну я знаю, ты лазил на... Да, вот я же рассказываю, недавно поднимался. Мы специально сделаем врезку, как Стас поднимался на вершину крановщика. Да, я снимал это. Вы не думаете, что он какой-то хлюпик и рассказывает сказки, он побывал в шкуре крановщика, да? Можно похвалить? Я вот реально на всей технике, которую строительным мы покупаем, мы сейчас обновили базу, за три года, за четыре мы купили эскаваторы, команды. Я умею управлять всей техникой. Я понакидаю видео, я автокраном. Это, как знаешь, как игровая приставка, я же из поколения игровых приставок. У меня все это уже интеллектуально... Я уже взял, я, понимаешь, эти движения мягкие, нежные, я раз, экраны уже, не мотаю, только носили. Слушай, что ты не словишь? Ну нормально, я возьму. Они так с опасением, не подсиживаешь ли ты их, да? Да, 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 и вот мы технику, которую покупаем, одно из условий тендера, я говорю, обязательно модель. Модель, что бывает, вот это практически вся техника, это та, которая у нас на производстве. Слушай, ну... Ну только экраны не повторяем. Много рекламы, финансовым структурам. Какими банками ты пользуешься, лизинговыми компаниями? Есть какие-то, может, излюбленные, с кем тебе комфортно? Да все, по сути, у всех одинаковые условия. Это рынок, и мы, как бы, хороший, надежный платежный кредитор, да? Ну и кредитуетесь, и... Нет, мы не кредитуемся, мы только лизинг, вот, поэкспериментировали два года назад, взяли... Мы вообще компания, которая, наверное, за 20 лет вообще не обращалась к каким-то кредитным инструментам. Да, то есть... То есть, многобедельным итогом, в целом, это круто. Это тоже определенная уверенность, и у наших покупателей, что никаких проблем у нас не будет. Супер. Так, ну что, поехали на постоянную площадку? Скоро говорится, да, пусть. Стас, скажи, ну сейчас у тебя хорошая корпоративная машина, немецкая автопрома, расскажи немножко истории, какая вот твоя первая машина была, ты уже упоминал, то, что было 12-е, потом Hyundai. Да, акция. Как эволюция шла, да, в автопром, вокруг себя. Вот, ты знаешь, у меня какая-то полоса неудача была. Я, фу, последнее, слава богу, первые четыре машины разбивал. Вот, реально, у меня почти не получалось подать свою машину в том, в первом данном виде, в котором я ее приобретал. Ты пишешь о личном дорогах? Нет, ты знаешь, один раз я был неправ, тогда у нас был этот, как он, это мы уже с Олесьей жили, бмв кабриолет, 120-й, в Ростове. Знаешь, вот мы жили в Ростове, мы его купили в Ростове, там полгода прожили и уехали в Москву. В Москве кайфово. Там хорошие эти родвы, катаясь, не так жарко, не так пыльно, в Ростове очень жарко, пыльно, летом особо на каблике не поездишь. Потом, да, у меня был Hyundai, после Hyundai джип, по-моему, Suzuki, после Suzuki еще какой-то джип, потом Cayenne, Porsche. И очень бережно. И вот Suzuki, а Suzuki вообще история была. Короче, на Максима Горького перед Будённом, с кем мы ехали, ты представляешь, это страшная трагедия, вот замалом не убила меня. Обладилось дерево, повисло на трамвайных проводах, еще это было до ремонта Максима Горького улицы. Я ехал с Олесей, Олесей сидел на пассажирском, то есть провода повисли на машину, вот такой ствол, дерево, пробил капот, не доезжая вот Олесе, метров 20-30. Он пробивает капот, бьет в аккумулятор. Я кое-как вытащил. Ты работал, Дима, тогда помнишь? Не работал, давно было. Выбил дверь, искрятся провода, мы с Олесей выходим. Ну, это все ерунда. Мы года полтора судили с администрацией, я сразу вызвал этих фотографов, они там на столб, залезли, себя сфотографируют, потому что я понимал, что придется идти в судебном порядке этот вопрос решать. Я выиграл суд через полтора года. На полтора года я не мог машину ремонтировать. И вот я ездил вот с такой дыркой в капоте, в который был. Все подходили, говорите, братан, ну, блин, аккумулятор, время все тяжело, аккумулятор пытались украть. А там, знаешь, вот. Сонарик фильма какого-то. Да, больше всего меня поразили, это коммунальщики. Они приехали, и вот дерево же висело на проводах, и одной веткой вот оно уперлось в этот капот. И там надо было, ну, они бесточные, надо было потихоньку обрезать дерево. Они взяли, переделом обрезали эту ветку, ну, тот ствол, на котором она держалась. Она еще больше упала, она со всех сторон была побита. Я полгода проездил, поставил ее в гараж. Ну, видишь, тебе жизнь дает такие истории, которые потом можно вспомнить? Да, к которому распространяется улыбкой. Скажи, пожалуйста, очень часто звучит Олеся. Олеся, про свою семью расскажи. Когда она у вас создалась? Дети? Дети, да, есть у нас дети. София Станиславовна, Циренко. Дочка моя, ей сейчас 6 лет и 10 месяцев. Она у меня родилась 31 декабря. Родилась 31 декабря, да. И она в этом году пошла в школу. Она была звонарем, она брынкала в колокольчик. Ее носил мальчик. Мне кажется, она его влюбилась. Пришла, говорит, папа, я не могу. И, что? А вот у меня там мальчик, ну, знаешь, 11-классник, но с девушкой. И говорит, что он такой, Игорь, какой? Все, папа, не спрашивай. И убежала. Вот такая первая любовь. Да, жена у меня 9 лет. Вот в этом году, 8 августа, нам исполнилось с нашей семьей 9 лет. Мы как вместе, мы год, больше года прожили до брака, потом поженились. И все хорошо, счастливо. Супер. Жена художник. Жена у меня, да, она известный художник. И вот была выставка. Да, была персональная выставка 20-я. Это Максима Горького, здание Союза художников России, Ростовского отделения. 20-я персональная выставка. Вообще она профессиональный художник. Вот мы жили в Москве, она обучалась в институте Сурикова. Она доцент кафедры архитектуры и дизайнов в Домском государстве, технологическом университете. Тоже кандидат наук. У нас вообще... Я почему пошел кандидатскую писать и защищаться? Потому что Олеся пошла, и мне как-то стало думать, ну, неловко, да, ну, как это жена будет кандидатом, а я так не учу. И пришлось тоже в эти тяжкие на 3 года погрузиться. Вот сила женщин, которые умеют. Да, да, да. Она в спортзал, и я в спортзал. Она в институте, и я в институте. А по поводу спорта, какие увлечения ты занимаешься? Спорта? Ну, помимо этого обычного классического режима. Обычный фитнес, классический. Занимаюсь спортивным пентболом с друзьями. У нас команда Комстрой, причем мы там, ну, тоже в кабинете были, она была в кубке. Ну, прям там, война, война. Это спортивный пентбол, это 5 участников. Да, ну, вот сейчас у меня травмы определенные, там, с коленями проблема, конечно, уже чуть-чуть надо поменьше. А так, я чем только не занимался, спаршюту прыгал и дайвингом занимался, ролики, скейты, это с самого детства. Потому что надо собрать участников реактора и прям зарубиться. Вообще есть площадки, медоскорта. Да, да, да. Пороха понюхали. У меня все, у меня снаряга, вся разгрузка осталась, у меня своя маска, свой маркер. Маркер, ну, это, например, сам ствол у меня спортивный. Это, где двумя пальцами нажимаешь, там, скорость мультона, там, 10 высылок, там, сюда, да, да. Ну, я все по-честному, если там на одной модели играем, просто, знаешь, на одной не обламывая, да, конечно. Супер. Ну, а так, экстрим, там, может быть, борт, лыжи? Лыжи, сейчас я говорю, лыжи, скейт, борт, все, выключил своей жизнью, вообще вычернул, потому что разрыв одного и второго там крестовидных связок, делал операцию, сейчас уже не до этого, уже с парашютой не попрыгаешь, особо, ну, конным спортом. Алиси Николаевна мне лошадь подарил, Алекандро. Испанский такой фриз. Черного цвета. Черного, да, красивейшего. Вот сейчас ему уже два с половиной года, уже больше чуть-чуть, мы будем его объезжать. И он такой, прям, настоящий красавчик, жеребец, все. Слушай, у тебя еще есть жеребец с мотором, я видел, мотоцикл. А, да, да, это уличение. Трехколесный, да, у нас, как я понял. Да, это уникальная история. Интересная модель, я на стол не встречал. Так, как тебе сказать? А, у Гочи, да? Олег Гочи, мы знакомы детства, с молодостью, я рассказывал, что я работал, да, в ночном клубе, он там тоже диджействовал. Это мы подарили маме с семьей всей. Это цикл, да. А она как-то не отреагировала на это и сказала, ну, зачем им это? Она, конечно, хотела изначально, я так понимаю, вот. Но в итоге он мне пришел по наследству, и я год смотрел на него. Мне сказали, двухколесные, я хотел двухколесные. Она говорит, нет, порежем, ни резинами съездить не можешь. Я говорю, а компромисс трехколесный. Я говорю, да, ну, тогда будет на нем месяц расстоять. Близ, эту байкерскую тусовку. Коротец на Ростов, пошел в магазин, как обычно. Нет, нет, история там привоза. Контрабанды по частям? Нет, мы честные люди. Слушай, я знаю, сейчас мы, кстати, его увидим, есть у тебя живность четырехметрового бетона. О, да, Дима, поехали на контору, заедем туда, на офисе. Расскажи его чуть-чуть историю отсюда. Ничего, это все, как, не четырехметровый снить, уже пять-пять метров, я покажу, достану. Все, как у всех, и шел с Олесей лет семь назад, наверное, по зору рынка. Какая хорошая маленькая змейка? Вот такая была. Такая змейка на бокал помещалась. Сначала маленькими крысками кормил. Да где-то в Ростове? Нет, там, в Москве мы жили, я думаю, только начали жить. Ну, детей еще не было, скучно было, надо было кого-то завести. И завели вот этого маленького Гошика, он сейчас уже под пять метров и под полтинник весят, и ест по три курицы. И вообще опасный зверь. Я воспитываю так подрядчиков. То есть они накосячивают, я говорю, засовываю руку, руку в террариум засовываю. Вот если ты не прав, Гоша укусит, если прав, Гоша не тронет. Слушай, это какой-то, ты как был, помнишь, чемпионат мира, и там был такой, этот, осьминог, который вытягивал, там, кто выиграет, Гоша так же, да, определяет? Конечно. Виноват ты, либо жизнь? Что-то они все виноваты. Если Гоша голодный, то ли они виноваты. Так, подожди, сейчас, как там кадры наши? Это вот мы соседи наш первый проект, который мы там 2006 года. Алло, я еду там, Татьяна Сергеевна, проветрите кабинет от Гоши, вот он сейчас пахнет, у него одиннадцатый косяк, он воняет. Вот реально он воняет так, что здесь офис там сама сходит. Твои гости, посетители, клиенты, они... Тут оперативный офис, там, в основном, это наши подрядчики, сотрудники, там, комната мотюкания называют, знаешь, что я как бы строительный, вот, я человек вроде воспитанный, культурный, а приходится к словечку прибегать, то, с матерным, это знаешь, и как-то проще вот этот, коммуникация с людьми, со строителями. Это такой инструмент управления у тебя, да? Ну, не управление, да, донесение информации, донесение информационного кода. И быстрее понимают же. Да, меньше тратишки. У тебя как плюс 18, можно говорить эти слова? Да, да. Я шучу. Вот остановку сделали красивую, вот вандализм, вот, ну, видишь, опять разбито. Четвертый раз, четвертый раз, начало лет разбивают. Мы уже устали менять. Мы сделали название Екатеринецкий, здесь был этот, Дон Гипс, остановка, ну, мы пошли, написали там, по администации района просьбу изменить, но в Дон Гипс это уже нет, здесь микро-экатеринецкий, поменяли, сделали красиво, заказали остановочный пункт, там все, забрендировали его, порядок как-то наводим, бьют ночами, не могу понять, зачем это делать. Может, конкуренты как-то думаешь? Да нет, я думаю, это далеко заходили. Люди, это такое, сдалека. Почему-то всегда добро воспринимается в разы хуже, чем зло. Как и новости, да? Да, 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 самый негатив, очень хороший, там, построили остановку, никто, никто, нормально не обратил. А вот разбили остановку, уже брать. Да, уже, может быть, так, что, ну, кстати, может, это мои маркетологи, так, как конверсию повышают. Это вот наш первый район, сложный, здесь, короче, какая история. Здесь есть проект планировки, все запланировано, но расселение происходило, это бывшая садоводческая товарища. Мы здесь заселили порядка, там, 120-130 садов. Я пришел уже где-то на середине расселения и лично занимался фонированием участков. Это уникальные люди, это садоводы, особенно те, которые проживали, это уникальные, это пенсионеры, с определенным, там, складом садоводческого, да, взгляда на жизнь. Ну, с каждым, с каждым, познакомился, с каждым все рассказал. Они таким единым фронтом выступали, знаешь, короче, там, нет один комстро, не пяти земли, значит, все же хотят подороже продать, шантажировали, ты что-то с нами не делаешь, ты что-то жалобы писал. И они такие единым фронтом. А потом я по одному же их выкупаю, выкупаю, начинаю дом сносить. А смотрю, у них незаконное подключение к электричеству, к воде. Я говорю, вот смотрите, вы вчера же говорили, что это ваш союзник на всю жизнь, а он вас, садоводом, обманывал. Ну, каждого второго так. Вот так что, ментальность такая. И все, и все. Украсил соседа. Ну, смотри, он уехал, все забыли, он продал дом и уехал. А я копаюсь, мы незаконное, у него счетчик стоит после точки врезки. Вот нашел. Угу. Оперативно. Сейчас посмотрим Гошу. Гошанчика, да. Раскакиваем. Реактор. Ты не боишься, если вот взять, ну, ты прям мужик-мужик, вот ты готов взять его в руки? Я думаю, да, ну как, если я уже приехал, смотри, YouTube-канал. Смотри, если ты честный человек, то он тебе не укусит. То вы меня станете выиграть. Я воспитываю так подрядчиков. Вот если они накосячат, я говорю, засовываю руку, руку в террариум засовываю. Вот если ты не прав, Гоша укусит, если прав, Гоша не тронет. Ну, что-то они все виноваты. То ли Гоша голодный, то ли они виноваты. Да, давай попробуем. Ну, смотри, техника безопасности, она должна быть, потому что он сейчас голодный. А я не испачкаюсь от него? Конечно, я испачкаюсь, и, скорее всего, это будет кровь. Нет. Мужики. Я не думаю, он там же мокренький какой-то. Водичка, это не переживай. Он сейчас голодный просто немножко. Гоша. Он спит просто? Да. Просто отдыхает. А ты вот сначала как бы корректно будешь, да? Ну, ты вот, допустим, спивший к тебе, там кто-то подходит, начинает тебя с кровати стаскивать. Ты что же кинешься, правильно? Я-а-а. Ты скажешь, блин. Ребята, это смертельная. Номер просто сейчас происходит. Укротитель Стас. Укротитель Стас? Давай, может быть, я буду... Давай, помогай. Свостовала, держай. Вытаскивай. А, Стас, это... Он прям такой, знаешь. Он живой, да? Его прям чувствуешь, да? Вот примерно вот такая история. Ребят, вот такой вот товарищ Гоша. Сколько лет ему? 8 лет. Вот Агашкан, он же Гога, он же Жора, он же Гога. Кто купит самую большую квартиру в площади, можно будет потаскать тут Гошу, попробовать. Вообще, знаешь, как есть традиция, точно. Есть традиция запускать животное кушечку, а мы будем запускать... В эту квартиру вот смотри. Первую квартиру сейчас запускаем Гошу. Да, вот у него... Можно не положить, то он тяжелый, на самом деле. Да, глади, конечно. Он... Уникальный здесь. А, смотри, все. Он чувствует пульсирующие, не ставим на них, да? А, да? Слушай, он прямо нормально схватил. Это настоящий хищник. Он, помимо того, что ломает косточки, он сжимает легкая жертва таким образом, что она выдыхает, и он еще сильнее сжимает. А, все блокирует, да? Он хладнокровный. Он ест раз в месяц. Но он теплый. Хоть он хладнокровный, но хотел... Подожди, он же сейчас под лампочкой был в специальном... Это его вот куры побили, это битвы бывают. На самом деле... А прям живых запускают? Да, я... Само Одесса мы его кормим отборными живыми животными. Это целое, знаешь, вот собираю людей, заставляю смотреть. Обалдеть. Что боялись. А быстро он убивает? Сколько времени уходит? Убивает быстро, убивает за несколько минут. То есть он... Он прям агрессивно хватает? Конечно. Он накидывается, и вот... Можно тоже, кстати, видео вставить. Это прям совсем жестко. У меня на канале в Инстаграме, если ты мой друг, а ты мой друг, и у тебя открытый доступ, можно посмотреть, как он убивает. Как нога какая-то, знаешь, вот так на ощупь берешь ее. Вот полтинник. Хочешь, возьми, вот так вот будет красиво фоткать, а сфоткаю. 50 килограмм? Да. Я же хочу. Ну, там где-то 49. А вот точно? Смотри, бери просто за голову, так, чтобы у него не было возможности особо хулиганить. Ну, тут никаких проблем нет. То есть почувствуешь, он увидит тебя. Он же не видит, как мы с тобой. Он видит тепловизором, то есть, да, определенный элемент. А как вот тут брать, да? Да, вот тут, и вот вторую руку. Боже, дверку закрою. Ну и потихоньку. Бля, ну, вот это он такая. Бля, он шипит, Стас. Ой, б***ь, страшно. Ну, наверное, мы эту идею ставим. Держи. Да, это хорошая была идея, но... Вот так, вот сделать. Просто он начинает на меня, смотри, да, шипеть, понимаешь, и я... Он просто галманный. Лучше я тебя сфоткал. А у меня уже много фоток. Ну что, убираем, Гошана, обратно. Не, ну давай, подожди, не надо фотку сделать, все, б***ь, когда еще... На самом деле уникально. Такое есть только в Лазаревской и у тебя в этом... Да, в Лазаревской таких нет. Это, блин, в зоопарке в какой-нибудь крутом российском городе. И тебе бы так, у меня сфотка. Давай, закидывай, значит, на плечо. О, отлично. Шик. Пожалуйста, быстрее. Стань сюда, чтобы за столом тебя не... Тихо, он поел, по-моему, недавно, если что-то не блеванул. Серьезно. И что-то вытекает, он покушал. Блеванул, да? Ну, не убеванул. Это была шутка, блеванул. Нет. Я потерял грань между... А, они же прикалываются, они же это выблевывают, потом опять кушают. А, реально? Да, да. Ты так не делаешь сейчас? Нет. Ну, редко. 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 Вот такой у меня друг. Необычный. Есть. Круто. Я хотел его, конечно, пустить на одежду. Во-первых, жалко, а во-вторых, в Ростове, оказывается, никто не работает с куликилией. Хорошо, вот ты видел, у меня в офисе, там, мишка убитый, вот, лежит. Без проблем. А вот с куликилией никто не хочет. Вот первый дом, микроэкатерининский, начало с 30-14 год, уже заселен у нас полностью на 100%, на первых этажах магнит, пятерочка, бильярдный клуб открыли. Вот в этом доме, вот видишь, написано Аклопукс, ну, царевна. Это, кратчо, аквариум, аквариум, бассейн, дети занимаются от нуля до 12 лет, индивидуальные занятия, учат развитие моторики, координации, учат плавать, все под видеонаблюдениями, там, хорошие гигиены, классно сделали. Вот мы строим всю инфраструктуру. Ну, конечно же, Бухарест, 33 оттенка пенного. Никто не говорит, что это плов. А как без этого, извините меня. А почему я не имею права, я тоже иногда грешу пивом, ну, не 33 сортами, а одним. Это эмоциональный фон у ваших жителей, на самом деле. Конечно. Это, знаешь, самориентабельный имидж. В каждом доме обязательно открывается. Вот первым, до аптеки, до магазина открывается пивничок. Вот такие вот детские площадки, вы понимаете, возле каждого дома обязательно в порядке вы строите? Да, да, да. Ну, здесь микроорайон строится, сейчас ряд будем там реконструировать, переделывать, дополнять. Стараемся, да, усовершенствовать. Ну, а в новых домах сейчас увидишь. Вот отдел продажа. Да, я предлагаю сейчас подняться на крышу какого-то дома и посмотреть на это все с крыши дома. Как ты на это смотришь? Без проблем. Сначала, может быть, спустимся в отдел продаж, я покажу на макете всю эту историю, а потом мы поднимем сила вверх. Посмотрим, как устроен. Бэк-пофикс, с ком устроен. Это один из отделов продаж, мы со счет крови у нас стартовало несколько новых проектов на Ливенцовке, ЖК Маршал, делаем там отдельный отдел продаж, тоже в таком стиле. И Днепровская роща, это очень здоровский проект у нас, такой эко-дома, будет и материал экологически чистый применяться, сортировка мусора, и мы там шеф-то берем над двумя рощами, будут велотреки, но я вот сегодня общался с главой, он только обеими руками говорит, поддержка администрации, говорит, для поведения порядка мы всегда готовы. А вот смотри, отличное решение, это... Хочешь стать строителем, пожалуйста? У меня голова большая, я обычно не улазил сюда, а вот раз, ты можешь себя почувствовать строителем, он погибнет в стройку. Вот, пожалуйста, безопасность. В журнале расписались о безопасности? Это наши покупатели каски. Не сомневайтесь, выбирайте, не спешите. Все в касках, все по инструкции безопасности. Сейчас мы их тоже померяем. Да. И померяем, я вам подарю. Здрасьте. Вот, казалось бы, говорит о том, что немного людей, а знаете почему? Потому что все менеджеры у нас полевики. Артем, где наши все сейчас? Настройки. Все настройки. То есть у нас в офисе менеджер в среднем проводит 15 минут своего времени, потому что постоянный поток, мы работаем с агентствами. Мы работаем с агентствами недвижимости, мы работаем напрямую, у нас в принципе там в родных долях это идет. Вот дом, который я говорю, первый, вот сейчас мы здесь находимся. Это вот точная копия того, что в итоге будет... это макет, который... Вот дома построен, 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 веден в эксплуатацию. Здесь детский садик, боксерский ринг, что я говорю. Вот мы сейчас здесь с вами пройдем по этой аллее. Здесь будет торговый центр. Вот эту парковку уже через два месяца мы сдаем эксплуатацию. Всего четыре парковки будет? Всего четыре, мы начинаем поэтапно. Вот эти два дома, литр 4-6, мы заканчиваем строительство во втором квартале следующего года. Опять там, с опережением сроков чуть ли не в два раза. Быстро строим, научились, мы быстро и качественно строим. А вот тут уж, ты говоришь, ЖК Маршал. Здравствуйте. Проходите, конечно, Даша. Я не Даша, правда. Это ЖК Маршал, это Левенцовка, улица Маршала Жукова. Здесь, в чем интересно, здесь закрытая территория, вход. Это что, бассейн же будет? Нет, это дорожка. Это дорожка просто, здесь закрытая территория. Это именно так, как оно будет. Красивый холл, и вы входите с центральной. Проходите. Здрасте. Это не постановок. Люди идут, идут. Проходите. Добро пожаловать. Мы заходим отсюда, соответственно, попадаем во внутренний двор, и по-другому никак. То есть вы точно, отпустив ребенка, гуляете, что никогда не денемся. Здесь консервная служба, ЖК Маршал, заходите, смотрите в интернете, прям очень здорово. Вот еще одна фишка. Слушай, подожди, вот про эту фишку расскажи. Стоп, вот сначала купи квартиру. Раньше времени нельзя. Это просто такая фишка, она есть у многих, и я тоже хочу в будущем, в такой офисе, когда делается продажа. Вот такой звук, и всем, все начинает быть понятно, что... Дима, тебе придется теперь купить квартиру. Дима, это состоялось. А если у тебя собственное жилье, да, купить квартиру. Нет, ты на самом деле прямо подальше, хочется купить квартиру вообще без врага. Да, вот прям пойду возьму ипотеку. Очки, то есть ты можешь, погода не очень хорошая, ты надеваешь очки и путешествуешь по квартире, то есть полностью рендерно отработаны. У нас в каждом доме есть шоу-рум, где вы можете купить квартиру, я могу посмотреть. в какой квартире она уже с мебелью, она с отделкой, у нас же в вариации отделки, у нас там... А вы хотите посмотреть квартиру Комсстрой? Надо нажать кнопочку, и вы ее посмотрите. Так, идем дальше. это в целом все отдел продаж, здесь... Один из отделов продаж, там переговоры есть на подписание договора. Там юристы подписывают договора, все вычитывается, ставится... И все сразу в поля. И отсюда так же одеваются каски, покупатели, можете пройти в любой объект и посмотреть вашу квартиру. Вот она, касочная наша, это называется кепаска или каскетка, я не знаю. Это касочная, это одноразовые чулочки. Но так как я вам подарю каски, я новые подарю каски. Не просто, вам чулочки не понадобятся. Вот это ринг, видите, сейчас брендируем, то что я говорил, ринг. Вот в этом доме детский садик, здесь пекарню открываем. Надо было назвать Комстрой боксинг-тим, как знаешь. Я сейчас и сделаю сроки проговорить с ними, с ребятами, можно и открытую тренировку проведут. У нас 22 числа будет, ну мы планируем день древа наслаждения, торжественное вручение ключей. Мы устраиваемся такие мини-праздники. Всегда устраивают. Есть ряд видеороликов на канале YouTube, подписывайтесь. Уже ссылка будет. Да, ссылка обязательно. Но там интересно, там есть такие моменты, я же этот креативщик, мы делали один день из жизни. То есть у нас там есть один день из жизни крановщицы, один день из жизни менеджера по делу. Правда, все прикольно делаем, знаешь, что там. Мы сейчас снимаем один день из жизни Станислава Циверенко. Да, примерно так. То есть у нас везде. Везде один день. Ну вот о чем я говорил тебе. Сделали такую полторы тысячи квадратных метров хорошую прогулочную зону с этим, как он называется, с автополивами, с газонами. Прямо здесь у нас проходит школа йоги, приходит очень хороший там атичер, обучает. У него уже там своя группа человек. Сейчас у 12-13 человек, если уже человек под 40 ходит со своими ковриками. Просто объявления люди собираются. Да, у них, слушай, все же в этих фотогруппах, все переписываются, тут ничего. Если что-то, какой-то косяк управляющий, я узнаю, пошли на все эти группы подписан там. Слушай, мне хотелось показать того, что людям комфортно, это сидячие мамочки на скамеечках с колясками. Центральная площадь, здесь у нас масленица, 9 мая, там Новый год, там без проблем. Зона барбекю, вот выходишь, там шашлычок пожарить без проблем. Мясо, единственное, что, опять же, все жалко-масовы гоши не взяли, сейчас мы будем его хорошим. Вывалять, да, да. Не, ну красиво же, посмотри, как отлично. Тут же сидят мамы, смоют, как папы, потихоньку заливаются, жаря мясо. Площадка для выгла собак, там док-пакеты, то есть со своим животным пришел, соответственно. Прямо какой-то микроклимат, знаешь, что-то во дворах у вас. это совсем степенно. Там док-пакеты, собаки в закрытой территории, эти турникеты попрыгали, подрессировали, сходили, погуляли и так далее. Это уже прям заселенные дома? Это заселенный дом, да, это уже введено 10%, 80-90% заселения дома. У нас есть, конечно, дифференциация, то есть некоторые люди, может быть, покупают впрок, некоторые люди, может быть, покупают как инвестпроектом или там сдают, да, но в основном именно проживающие, так и что здесь хорошо, комфортно, удобно жить. А, кстати, по поводу инвестиций наверняка многим будет интересно. Если покупать квартиру у вас на котловане и потом, когда она сдается... 15%, 15%, да, это... И с учетом вашего темпа стройки, то есть практически 15 годовых вы можете получить, Футбольное, баскетбольное поле тоже вынуждено закрывать, но оно трансформируется, приходят, взяли ключик, постоянно вечерами играют, ночная подсветка, все как и планировали. Площадка для воркаута. Хочешь, пойдем мы подтягиваемся? Ну, это, лестница до трех и обратно? Лестница до трех и обратно. Ну, нет, я думаю, что... А чего ты, Да, ну, ладно, давай. Ты высокий, тебе полегче. Сейчас я посажу. Раз, два, три. Красава. Давай. Не допрыг. Не допрыгай на ногу. Так, у меня сейчас просто вылезет рубашка, я все носил. А, ладно, не буду подтягиваться, не будем это... Ну, давайте на кораблике поиграем. Вот, кораблик, это, кстати, мое. Слушай, это мечта моего детства, мне кажется. Да круто, представь, здесь можно по пиратам. Просто, я помню, что у меня максимум было раздобленное песочинство, в которое ходили кошки всего двора туда. Можно мамочек пограбить. Это мы такое пытались воссоздать там просто из каких-то коробок этих. Это же просто, ну, реально, почувствуй себя, да? А дети, это же вообще, у них же мозг по-другому, они же фантазеры, у них тут, наверное, целые баталии там. Я всегда был капитаном. Пираты, захват кораблей, супер, ребят. Вот, конечно, такой подход комстроя, он располагает, даже прям вот, во дворе уже, себе. Понятно, что люди заботятся о своих жителях. Супер, молодцы, прям, прям, очень круто. И главное, что все неразрисованное, все целое, никто ничего не ломает. Ну, Есть же детки, конечно, детки, маменьки, но в смысле такого вандализма, прям, повсеместного. Нет, нет, нет. Вот мы с тобой случайно, я планировал съемку, но мы вот и попались, попались сюда. Это уже другое дело, конечно. Вот я тебе подготовил, об анимацию, мамочек бы нагнал бы сейчас. Сейчас будет просто смешной кадр, как я, знаешь, в кадре просто падаю. Давай, давай, давай. Или вылетаю, на скорости. Круто. Ладно, детям оставим, пусть еще и побалуются, дома сейчас сломаемся. Есть определенный, конечно, элемент дискомфорта. Даже никто не взял, уже стоит. Да, элемент дискомфорта есть, что дом заселенный, вот мы его в июне месяце закончили строительство, а это еще строится. Ну, как я сказал, быстро строим, быстро водим, уже в следующем году эти два дома водятся, и все здесь полностью у вас здесь тишины и спокойствия. Сейчас зайдем, покажу, что мы... Ну, это... в принципе, входные группы. Ну, пойдем, покажу кадр. одеть каску. Кстати, брендированные каски. А здесь открываем, вот в этом доме открывается через 4 месяца зубная муниципальная клиника с возможностью приема ОМС. Все, подписали контракт, сейчас мы там помогаем им что-то сделать. Отдел пропадинзов, конечно, это тоже в общем показательное. Следующий покажет. Мелочь, да, насколько это все становится интересно, да? Грузчики, демонтаж, песок, цемент. Это не наши. Нормальный рекламный ход, маркетинг. 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 Но дом сейчас находится в стадии вот отделки, то есть мы его вели, людям передали, кто... по мне, как сказать, они заказали у нас, и они уже вселились в готовое жилье и так далее. Кто... не то, что по мне, кто готов, допустим, заказать черновую работу. Вот самое грязное, это черновые. Вот я всем советую, говорю, если вы хотите дизайнерские обои, плитку и так далее, без проблем, вы там вы сделаете самостоятельно. Но закажите черновую отделку, это электрика, сантехника, стяжка, штукатурка, вы захотите уже более-менее чистое жилье, вам остается какой-то процент, чем все через себя проходить, вот обращаться, ну, вот к таким специалистам. Это хорошо, это еще из грузчички, демонтажа, цемента. лошадь, да, да, все можем, для нем. Ну что, пойдемте на стройку? На этот крон-то ложу? Нет, я ложу на тот. А, ты повыше взял? Да, я взял самостоятельно на этапе монтажа, который был. Ну, в среднем, получается, один объект за год возводится, да? Вот этот дом один год и три месяца. Один год и три месяца, да, вот этот дом. И вы как бы одновременно их поднимаете, то есть даже очередность в принципе не соблюдаете, то есть это такой гармоничный рост? Ну, конечно, мы стараемся, я сговорю, минимизировать строительный процесс, этап строительства, для того, чтобы и людям было комфортно не ждать долго и, соответственно, уменьшить стоимость. На стройке я уже с детства не был. Ну, это уже как бы не стройка, это мы сейчас приводим в порядок, стелим газон и сажаем деревья, там где-то какую-то дорогу. Вот детский сад Катюша, мы планируем в этом году запустить один из крупнейших и лучших детских садов. Это детский садик в вашей управляющей компании? Да, но не нашу компанию, это будет отдельный оператор. Мы хотели, может быть, еще пытаемся его придать каким-то образом в муниципальную собственность, но понимаем, что, скорее всего, это будет детский сад с Катюша с разделенными группами, с полным циклом, там, с кухней, с питанием, с медкабинетом, с логопедом. Отдельно, отдельно, повременно. Там будет инклюзивные детки и различные программы, танцы, языки. То есть, от яслей до школы. И у нас логотип. Вы здесь формируете свой Стоунхендж, да? Да, здесь будет интересная история, здесь будет вот день дела на СЖД. Вот он детский сад. Это отдельный детский сад, о котором я говорил, отдельно закрытая территория. Вход в дом с той стороны, получается, он никак не привел. Здесь детки вышли, пошли, четыре группы разделены. Вот сейчас делаем автополив, взеленение. Ну, красиво же. Супер, да. Вы очень качественно подходите к этому. У нас нитя-пляп скрепили и побежали дальше. Вот наш боксерский ринг поставили. Планировали долго там. Были сомнения определенные. в плане сомнения, что насколько это будет востребовано, захотят люди, но я считаю, это очень здорово. Просто прийти с работы с золы на этого мудака, руководителя, сука, достает, одеть перчатки, пойти под дружь. Потребность возникает. такого нету. Потребность возникает от возможности. Есть возможность, хочется и спортом заняться, да? И может быть пореже в тот магазинчик с пивом заходить. Ну, можно иногда. Ну, что-то прям пореже. Жалко недостроено. Сейчас мы тут все показали. Как бы не в моем весе. Ну, ничего. Я лицом работаю, меня не... Ой, убить. Да, слушай, ну, классно. Прямо ринг, ринг какой. Прямо ринг сейчас. Здесь будет на трех конструкциях. Груши, водить дверь. Вот такой заборчик, знаешь, он как бы визуальный, он, я понимаю, что никакой сохранности не будет, но, по крайней мере, не будет хотя бы желания. Потому что мы видим, там, подойти ножиком, там. Ну, да, просто. Ты пришел в гости, думаешь, живет же, Димка, хорошо, хорошая у меня микрорайон. А у меня нет такой ножом. Такое тоже будет. Ну, пойдем посмотрим еще входные группы. Здесь готовимся к сдаче через две недели. Как раз и проведем субботник с нашими новыми жителями. Мы стараемся всегда какие-то приколюхи придумать, чтобы людям было интересно. Либо приезжают люди, там, с администрацией выключаются, либо мы какой-то праздник проводим, там, день соседа, там, или... День запоминающихся для человека в любом случае, да. Обиды вообще страшные. Вот у нас там 400 человек, я 15 пригласил, 15 выдал ключи. И сразу в инстаграме почему не мы, направо, почему не мы, почему не нас, позвали, я не могу всем 400, это растянется на два дня. Ну, да. Не могу выбрать дом на там несколько человек. Даже если их построить и пробежаться, да? Да, 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 да. Так вот. Ну, здесь последний маратет, будут такие же входные группы, которые мы видели, но интересное решение, пойдем сейчас покажу. Кстати, плитка не куклы-мухры, скрытая реклама, правда, но это не какая-нибудь там... Наша хорошая российская плитка. Да, хорошая плитка, да. А это вот один из наших бригадиров-сварщиков, мы с ним орудия делали, и он участвовал в реконструкциях. Вот я и рассказывал, что реконструкция, 45-е орудие, пушка, и мы ее дорабатывали, и вот на последнем сражении, где мы подбили немецкий танк, его заслуговал полностью. Красавчик. Да. Здорово. А здесь у нас сделаем, тебя посмотрим. По цене это стандарт, но по уровню предоставляем хос-клуб, извините, здесь индивидуальные, крышные, котельные, то есть мы экономим на отопление порядка 30%, а так, что мы сами регулируем температуру, время подачи, я могу и летом изменять отопление, включить и зимой, и защитой оптимизации, погоду, мы экономим, то есть у жителей 30% отопления, а это очень большая сумма. Это большая сумма. Хорошие современные лифты с музычкой, видишь, там музыка играет, тоже интересно. Не дорогие эксклюзивные материалы, но качество, да, вот посмотрите, как плитка, вот просто подходят. Это, казалось бы, места общего пользования, но мы требуем, чтобы это лицо было максимально накрашено. Это консьержная, здесь система видеонаблюдения, все, с первого дня консьержа здесь работает. Ну, лифты обшиваем USB, потому что первые два года вот такие вот мешки не заносят, выносят, это постоянно. Здорово, очень, очень круто. Ты знаешь, оно же еще как бы не сдан дом в эксплуатацию, оно все в целом, ну, по большому счету и должно быть так сыровато, но у вас это сыровато уже не сыровато, знаешь, то есть я беру сравнение от других стройки, на которых я бываю. Постелить газоны и посадить два дерева. Вот это полив, автополив, но это те мелочи, которые во время строительства грязных работ я не могу делать. Мне надо всех строителей выгнать и вот эти вот моменты уже заканчивать на финише. Тут 24 этажа, да, дома? Здесь 26, здесь 25, здесь 25, здесь 20. Они каскадно, мы ловили инсоляцию и плотность населения, плотность застройки, ну, то есть эти нормативы, опять, здесь лавочки красиво будут, уютно. Это вот будет центральная улица, дорога будет туда расширяться, здесь будет красивое освещение, туда до самого конца идти, и мы, может, хотим продуматься, как сделать велодорожку, но нужна ли она здесь? Мне кажется, это велодорожка. Вы уже, по-моему, перенасыщаете, мне кажется. Нет, она нужна будет, если люди не будут ставить на ней машины. Да. Понимаете, это здорово, а почему у нас... Это парковка будет, да? Нет, это парковка, вон она парковка, то, что ты говоришь, через два месяца. А это дом еще один, это котлован, вот здесь вот захоронение меотов. Хотите посмотреть? Захоронение чего? Тысяча лет, пойдем покажу. Пойдем. У нас есть определенные охранные обязательства по этой территории. Здесь было поселение меотов, это племена, проживающие одну тысячу лет до нашей эры. И мы местами встречаем различные захоронения ритуальные. Там детей находили в амфарах, лошадь находили, скелет лошади. Видишь, аккуратненько раскопано. Это специально аккредитованная организация Донское наследие. Очень интересные, такие увлеченные люди. И они, как в казино, знаешь, у них азарт найти, накопать. Можно всю жизнь ничего не найти, а можно один раз ударить штыком лопатой и найти захоронение или какие-то погребальные моменты. Вон, видите, ритуальный камень, мусор налетел, правда, вон ритуальный камень откопали. Вот здесь было разграблено, правда. Тут же, понимаете, строительство было, то есть мы пришли уже, вот какие-то элементы. Мы, когда пришли, здесь уже были производственные площади, а в 60-е годы никто же за археологией не смотрел, строили, строили, причем строили качественно. Вот еще здесь. Расхитительница гробница, тут можно кино прям снять. Ну, вот, они уже все повзлекали, потому что заканчивает. Ну, мы находили кортик, он мне показывал, какой-то бусины там и так далее. Вот я, если захочу сюда переехать, каждое утро буду видеть такую красоту. Да, это здорово. Ну, классно вообще. Ты как за... Вид шикарный, ничего не загоряживает. При половине храм, мост наш на этот, Здесь город. Еще панорамные окна. Останкино, или как оно называется. Ты знаешь, вот в этом доме нет. В этом доме нет, это мы пришли только в прошлом году, увы. Вот здесь нет. Но при правильном, грамотном походе и зная, что у нас хорошая управляющая компания, здесь нет ничего невозможного. Можно провести собрание жрецов и увеличить в себе оконный проем и увеличить этапливаемую площадь. Было бы желание. Вид, правда, шикарный. Класс. Да, класс. Это приток Дон, это номерник или нет? Где? Ну, это отток такой. Да там, там куча притоков, там и Логутник, река, еще дальше тут много всего. Вон там площадка. Раньше я вообще внимания не обращал как-то такое. Это Кумжинская роща. Это вот мемориал, где же большие сражения были при освобождении города. Здесь несколько танковых дивизий ходил. Тут прям не смотаясь, кашляж. Вот здесь вот, это была моя первая реконструкция, сколько-то, четыре года назад. Именно вот здесь вот на Кумжинской роще такая была простенькая, там с какими-то небольшими траншеями, там с одной-двумя-одиницами. Но я так загорелся этим, что до сих пор уже у меня уже взводство, уже орудия, уже там полуторка, уже автоматы там все. Слушай, а прям вот стоишь и не хочется уходить. Ну, оставайся, что ты? Какую-нибудь вечеринку здесь, знаешь, музыку левую. Вообще без проблем. Тут можно Эвен сделать наверху там на двоих, просто красота. Ну, только вот если делать прямо сегодня-завтра, а потом холодно уже. Класс, молодцы, супер. Да, да. Стас, я хочу сказать тебе спасибо, пожать твою мужественную строительную руку. Мы провели шикарное время, ты рассказал очень много интересного, я надеюсь, наши уважаемые зрители почерпнули для себя массу интересных инсайтов. От меня лично мы объявляем конкурс на самый лучший вопрос Станиславу в комментариях к нашему выпуску. А удалять можно вопрос? Да, удалять можно. Вот, на самый интересный вопрос мы со Стасом выберем его и с этим человеком выпьем по чашке кофе, поговорим о бизнесе, уделим ему там час-два для такого интерактива. Я дам поддержать слово Гошу. Да, и сидимся в офисе у Стаса, где тот самый желтый Гоша нас ждет. Спасибо, что смотрели, спасибо, что с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы вам очень благодарны за то, что вы с нами. Спасибо. Спасибо. Мы делаем бизнес, а не бизнес, делает нас.